В одном месте интервью Панин сказал, что каждый раз, когда он приезжал в Крым, ну еще в его детстве, на юности, да, он там рассказывал про какую-то девушку, где он там лишился девственности, ну короче, и он балдел от Крыма, что там есть эти нудистские пляжи, и вот такая вот сексуальная свобода, вот, и он сказал, что все крымчане гордились какими-то российскими, ну у кого что, у кого паспорт, у кого, ну например, там россиянин приехал, да, жители работают, у кого-то может быть что-то там футболка российская, у кого-то там произношение, ну в общем, вот, и он, он поэтому решил, что Крым Россия, ну потому что, как бы, люди так вот восхищались Россией, вот, а потом, потом, когда уже произошел, перед, ну, аннексия Крыма, он увидел, что произошло с людьми, там, во-первых, их стали насильно натягивать на паспорт, не то, что там, ну, если хочешь, возьми, нет, то есть, вынь да положь, возьми, и там те же самые люди, которые восхищались, потом попали в такие сложнейшие ситуации, ну, в общем, короче, можете послушать интервью, вот, я к чему говорю, что, этот, обращаясь уже к Панину, и ко всем людям, которые говорят, вот, если крымчане хотели в Крым, ведь это же было натаскано, что Крым, типа, это не престижно, Украина не престижно, это деревенский акцент, это все деревня, а вот Россия, это же было натаскано на таком уровне, даже подсознательно, ты, ну, как бы, родился, думал, ну, почему я не россиянин, россиянином быть круто, это везде, говорят, вот, в воздухе летает, не то, что это чем-то доказано, например, самые лучшие импланты России, или самые лучшие, я не знаю, там, машины российские, или самые лучшие, я не знаю, там, ну, опять же, говорю, что мы разобрали, Россия-то ничего сама не делает, но нас же обманывали, и называется the brainwash, вот, когда российский мир пришел, русский мир пришел в Крым, тогда это все, ну, как бы, с короля упала это вот, как, знаете, голый король, и ЛНР тоже понял, что такое российский мир, голый король, и ДНР, вообще все поняли, но изначально люди, вот, вот, конкретно, я из Улкина сегодня слушаю интервью с пленным, и, значит, чувак говорит, воюет таджик, и ему 73 года подписал контракт, почему? за российский паспорт, боже мой, представляете, какое уебушное отношение у таджиков своему паспорту, что они в 73 года идут в Таджикистан, вот в этом, вот сейчас я говорю всем, не стыдно быть кем угодно, таджиком, узбеком, башкиром, казахом, кем угодно, но только не русским, вот у кого сейчас в руках российский паспорт, выкиньте его в урну, выкиньте, слейте его в унитаз, выкиньте его в какой-то там, не знаю, в шлак, считайте, что это блевотина, слава Украине!